Микрофон, где у нас сканер греб. Был компьютер дин. Кошунча. Кошунча. Был литер. Преподаватель гимназии номер 66 Аделет Аманкулов уже 8 лет работает учителем информатики. На вопрос, почему он выбрал такую непопулярную профессию для мужчины, учитель признался, что ему нравится участвовать в процессе образования детей и в становлении взрослой личности в каждом. В первую очередь я учу детей быть человечными. Конечно, эти качества в первую очередь должны воспитывать родители. Но и учителям нельзя оставаться в стороне. Поэтому это одна из главных моих задач. Для этого я использую свою методику. Это всегда улыбаться и делиться с детьми позитивом. Каждый урок я начинаю с улыбки. Таких преподавателей мужчин, как Аделет Аманкулов в 66 гимназии мало. Лишь 10% от общего числа учителей. По словам преподавателей, для такой работы в первую очередь нужна выдержка и любовь к профессии. В школах действительно не хватает мужчин. После окончания вузов к нам мало кто приходит. Возможно, это связано с зарплатой и нелёгкой работой. Мужчин у нас мало, не больше 10 человек. Поэтому мы ценим каждого из них. И готовы с радостью встретить каждого учителя-мужчину. Они действительно необходимы для школ. На сегодняшний день в школах Кыргызстана работают 23 тысячи учителей-мужчин. Это лишь 19% от общего числа учителей по стране. В связи с этим, Министерство образования проводит акцию «Школы нуждаются в учителях-мужчинах». Учебные заведения представляют видеоролики, в которых рассказывают о своих преподавателях. Данная акция призвана поддержать преподавателей-мужчин, а также привлечь внимание к проблеме их малочисленности в этой профессии. В Кыргызстане показатели ниже, чем у наших соседей по региону, отмечает глава сектора развития государственного языка Гульнара Ибраимова. «Если сравнивать показатели с такими странами, как Казахстан, Таджикистан или Узбекистан, то мы можем увидеть, что эти цифры у нас ниже. Кроме возможной проблем с зарплатой, есть и предвзятое мнение о том, что эта профессия больше подходит для женщин. Однако в школах нужны и мужчины-преподаватели, так как они помогают воспитывать модель поведения ребёнка. Поэтому надеемся, что наша акция поможет решить эту проблему». Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо снять видео и рассказать об учителях-мужчинах в своих школах, после чего выложить его в социальные сети с хэштегом «Миктеп Агайлара Мухташ». Акция является бессрочной, чтобы каждая школа смогла рассказать о своих преподавателях. Сымых Мусаев, Джошел Исаков, ЛТР, Бишкек.